Привет, Кирилл! И мы начинаем наше седьмое занятие по биоинформатике в 2017 году. Сегодняшняя наша тема – трансляция РНК в белок. Это одна из важнейших тем в биоинформатике и в биологии вообще. Начнем с небольшого словаря, как обычно у нас на нашем занятии по биоинформатике. Вначале мы рассказываем про базовые понятия белок. Что такое белок? Белок – это макромолекула, состоящая из свернутых полипептидов. Каждый из которых составлен из пептидов. А каждый пептид представляет собой полимерную молекулу, составленную из аминокислот. Итого, у нас есть аминокислоты, которые… Разные аминокислоты, которые составляют пептиды. Это такие… Если у нас каждая аминокислота – это мономер, то пептиды – это полимер. Несколько пептидов, они могут быть разной длины, стать из разных молекул, из разных мономеров, вот таких. Все пептиды, соединяясь друг с другом, соединяясь друг с другом, образуют полипептиды. А вот уже полипептиды, соединяясь друг с другом, и сворачиваясь в разные такие конфигурации, образуют белки. Для чего нужны белки? Белки представляют собой… Ну, как я уже сказал. Они сворачиваются из полипептидов, а полипептиды собираются с тех самых генов, которые записаны на диезоксии либо нуклеиновой кислоте, на ДНК. Белки выполняют первичные функции клеток. От структур образующих, то есть они образуют скелетную часть клеток, всякие внутренние органины и так далее, до транспортных. Белки переносят молекулы других веществ, белки образуют, имеют сигнальную функцию и так далее. И при помощи белков выполняется большинство биохимических реакций. То есть белки – это и катализаторы, и гибиторы, и ферменты и так далее. В общем, внутри наших организмов, внутри организмов всех живых существ, белок – это главная молекула, которая делает все. Белки – вот это вот. И белков существует огромное количество. Невозможно написать формулу химического белка, потому что это гигантская молекула, состоящая из тысячи, сотен тысяч атомов отдельных. Аминокислота. Все белки состоят из аминокислот. Аминокислота – это молекула, которая является мономером для построения криптида. Проще говоря, это небольшая молекула, которая состоит из ее структуры, представленной на экране. В подавляющем большинстве организмов на нашей планете и на Земле используются всего лишь 20 аминокислот. Для всего многообразия жизни, которые ты видишь, археи, бактерии, растения, рептилии, амфибии, всех животных, высшие животные, приматы, в том числе человек, состоят всего лишь из 20 аминокислот. Для их обозначения используются буквы латинского алкоголя, 20 букв. И, собственно, пептиды и белки, поэтому записываются как строки. А как обрабатывать строки, мы уже знаем. Соответственно, в составе аминокислот есть аминогруппа NH2, кайбоксильная группа CO2H, COOH и центральный атом углерода, к которому пристроен так называемый радикал. Вот на экране ты видишь радикал, вот все 20 аминокислот имеют вот этот вот радикал, который отличается. Именно радикал определяет свойство аминокислот. Собственно, я вот то, что на этом экране написан уже тебе рассказал, все аминокислоты, кроме пролины, имеют одинаковую структуру. Вот здесь вот в этой таблице, на этой таблице показаны первые аминокислоты, и вот на этой вторые аминокислоты. Из тех 20 штук, на самом деле здесь 22, гидроксипролин и гидроксилизин, они дополнительные. И жирно выделены те, которые являются для человека незаменимыми. Незаменимые, это те, которые внутри организа человека не синтезируются, они всегда должны приходить с пищей. Вот, про биологию мы рассказали, про аминокислоты тоже. Переходим к сведениям из биологии. И я тебя прям призываю запомнить центральную догму биологии. Это вот прям основа основ того, что происходит в биологии. Есть ДНК, ДНК и носитель генетического кода. На ДНК записаны гены, она очень плотно упакована, находится в гидре эукариотической клетки. Из ДНК мы можем транскрибировать матричное РНК, МРНК. Можно обратно транскрибировать МРНК в ДНК. Этот процесс возможно. А если у нас есть матричное РНК, то из матричного РНК мы можем получить белок. Ну, пептид, потом полипептид, потом белок. Этот процесс называется трансляцией. Так вот, от белка к ДНК в целом процесс обратный невозможный. Вот это вот и есть центральная догму биологии, когда перенос информации, построение организма по генетической информации происходит в три стадии. С ДНК в три стадии, в два процесса. При помощи транскрипции из ДНК получается матричное РНК, при помощи трансляции из матричного РНК появляется белок. С ДНК происходит матричное РНК, с матричного РНК получается белок. Назад дороги нет. Каким образом это происходит? Опять используем наши молекулы. Это пара нуклеотидов, записанные в ДНК и на матричное РНК. Они группируются по три. Каждый вот такой триплет, три нуклеотида называется триплет, или кадон. Кадон соответствует одной аминокислоте. На экране ты видишь таблицу соответствия кадонов аминокислот. Ну, как ты понимаешь, если у нас есть четыре типа нуклеотидов, то комбинаций по три нуклеотида может быть сколько? Правильно, 64. А аминокислот у нас всего лишь 20. Это значит, что некоторым аминокислотам соответствует более чем один кадон. Триплет. Более того, для некоторых шесть кадонов соответствует... Некоторым аминокислотам соответствует шесть кадонов. Почему так устроено? Итак, ДНК содержится в ядре клетки. С нее транскрибируется матричное РНК. Матричное РНК выходит внутрь клетки из ядра. И внутри клетки при помощи либосомы происходит трансляция матричного РНК в белок. Это достаточно сложный и энергоемкий процесс, но он происходит ежедневно, ежесекундно в каждой клетке нашего организма. Рибосома – это такой специальный белковый комплекс, который очень сложный. И мы до сих пор, мы люди, до сих пор не знаем, как он появился. Это сложная проблема. Итак, наша задача на сегодняшний день. Дана строка РНК, и нам при помощи нее нужно построить аминокислотную последовательность, то есть белок. Алгарик очень простой. Мы разбиваем входную последовательность на тройки, на триплеты, и потом каждую тройку преобразуем в букву аминокислоты. Все эти функции мы уже знаем из параллельного курса по программированию. Первую задачу решает функция группс, вторую функция мэк. На экране ты видишь программу, которая реализует этот алгоритм. Останавливая видео, переписывая ее в себе в рабочий файл. А вот сейчас я тебе разъясню эти функции. Функция группс, она берет, она берет список и разбивает его на заданное количество символов, символов элементов. Функция RnacadonTable представляет собой вот ту самую таблицу, красивую, которая зашифрована нуклеотидом. Она стоит из 64 лозов. Здесь только первый и последний показан. Остальные ты должен сделать сам. Вопрос, что произойдет, если передать на вход этой функции триплет не нуклеотидов, а в какую-либо другую строку. Подумаю, что произойдет. А можно проверить это в интернет. И, наконец, функция Translate. Опять она в источной нотации. Мы разбиваем входную строку на группу из трех символов и применяем к ним функцию ConcertMap, которая преобразует каждую тройку в буквы аминтной кислоты и потом все сцепляет в единую строку. На экране ты видишь результат выполнения этой программы. Я при помощи букв нуклеотидов составил алкопосудность А, Г, А, У, С и так далее. И при помощи прям транслирования ее в белок ты видишь на экране слово КИРИЛ. Такое тоже возможно. Теперь вопрос для самоконтроля. Что такое белок и для чего используется этот класс химических веществ в живых организмах? Сколько аминокислот используется для построения белков в организме человека? И как соотносится количество вуклеотидных триплетов и количество аминокислот? А теперь дополнительная задача. Ты определил функцию Translate так, чтобы она принимала на вход таблицу кодировки триплетов аминокислот. Второй задачей разработать функцию, которая загружает таблицу кодировки из заданного файла. И третьей задачей решили такую, что она должна загружать вот эту кодировку из файла и выразить функцию Translate через новые функции. Помни про тип ИО, Input Out. Когда ты работаешь с файлом, он должен использоваться. На этом все. Пока. Надеюсь, что у тебя все получится. Продолжение следует...